Я сегодня буду немного говорить о дарах Святого Духа и о двух этих дарах. Слово знания и слово мудрости. Я никогда в таком контексте еще об этом не говорил. Иногда так задаешь Богу вопросы, ну как бы вот Бог, вот мне выплыла эта тема, и я вроде говорю, ну это серьезное учение, это надо делать ряд учений. Вот у меня всех сразу стереотипов всплывают. Я такой думаю, зачем делать ряд учений, если можно просто взять и поговорить об этих дарах. Аминь. Ну и вообще поговорить немножко о дарах духовных. Как бы напомнить вам, да, может быть въедем в эту тему. Я как бы не вижу, что мы будем какую-то серию делать этого, да, но вот эти два дара, первые, основные, я хочу разобрать сегодня. Я думаю, что многие из вас, именно вот христиане, которые уже в годах, вы будете немножко шокированы чем-то даже, может быть, будете даже не согласны со мной, но можете остаться при своем мнении, можете просто на эту тему поразмышлять. Давайте откроем первое Коринфянам, 12 главу. Да, вот небольшое вступление к этой всей теме, да, это то, что Иисус говорит, лучше для вас, что я уйду. Да, почему? Потому что Дух Святой придет, да, и вот так он это объясняет. То есть Дух Святой лучше для вас, чем я для вас. Я для вас это снаружи, Дух Святой даст вам все, что имею я внутрь вас. Вы внутри меня будете переживать. Это другие отношения, да. И потом, помните, он еще говорит, оставайтесь в Иерусалиме, доколе, не облечетесь силой свыше, да. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Аминь. И я вот, ну, как бы, последнее время мы в центре, по средам учили о Духе Святом, да, вот размышляли. Может быть, будем еще продолжать об этом говорить. Я понимаю, что я вообще очень рад, когда Бог побуждает говорить об этом. Для меня это откровение. Значит, есть люди, которые настоящие воины. Знаете, вот просто настоящие, которым просто это нужно и необходимо. То есть, потому что, ну, если, вот, да, нету этих людей, Бог и побуждать не будет говорить об этом, понимаете. Поэтому, ну, для меня, вот, это радостно. Поэтому я же говорю, я отдыхаю, говоря об этом. И я, как бы, не то, чтобы хочу учить. Я хочу разбираться вместе с вами. И хочу передавать свой опыт и свое откровение. Тоже так же скажу, что, говоря вот об этих вещах, я уже это все опробовал. И поговорил с достаточно такими и авторитетными тоже людьми, о своем вот этом понимании этих даров. И я получил положительное одобрение. Но это, на самом деле, очень сильно меняет практику. Знаете, да, иногда неправильная теория очень сильно отражается на неправильной практике. И вот это как раз очень сильно касается самой практики. То, что мы под этим представляем, да, что для нас духовное, знаете, это не что-то там... Понимаете, нет? У нас духовное, оно понятное становится. Через Библию, через Иисуса Христа, через то, что мы в этом разбираемся, через то, что мы об этом размышляем, оно действительно становится ясным и понятным. Давайте вот прям вступление, да, и вот тут вообще можно просто во вступлении остаться, да, и просто говорить о дарах духовных. Ну вот я сегодня хочу два дара разобрать, дальше как получится. 12 глава с 1 стиха. Апостол Павел вот прям коринфянам, он заезжает в эту тему, да, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Вот, да, вот он объясняет немножко тоже то, как часто живут люди, то, как люди относятся к духовному, да. Он говорит, я вас не хочу оставить в неведении, да, то есть на самом деле, то есть мы христиане, другими словами, мы призваны к чему? К ведению, к пониманию духовных вещей, к практике ничего-то, что мы не понимаем, а к практике того, что мы понимаем. Скажи аминь. И поэтому он говорит, я не хочу оставить вас в неведении о дарах духовных. То есть, да, и мы знаем, что вот так уже, да, кто-то в контексте знает, что коринфская церковь была полна духовных даров. Вместе с этим коринфская церковь была коринфской церковью, да. И некоторые, вот я слышал такое, что когда про женщину говорили, что она коринфянка, это хуже, чем она проститутка даже. Вот, то есть... Друзья наши, все, заходите, заходите. Добрый день. Давайте похлопаем. Чтоб они не смущались, что они это. Мы рады вас видеть. Мы только начали. Мы только начали, поэтому вы не опоздали, садитесь. Вот. И помните, что там творилось, нет, в коринфской церкви так? Про причастие особенно, помните, нет? Одни говорят, нажрутся, другие напьются и так далее. И, представляете, это практика у них была. Да, и Павел им даже вот, знаете, не говорит, да вы вообще там все, вы просто вот поправляет, да. Да, плохо, вы, это не то, что вы думаете, но он им не говорит, что вы не христиане вообще. Что вы вообще вот, ну, а по делам-то мы, если бы мы вот такое увидели, мы вообще могли назвать это церковью или нет? Ну, в сегодняшнем времени, да. То есть, вот. Но, тем не менее, они являются церковью. Почему? Потому что они приняли Иисуса Христа. Потому что они отозвались на проповедь. Потому что сердце их не открылось. Они получили Духа Святого. Они приняли всю благодать, которая есть, да, приняли Святого Духа, получили дары, получили языки, да, получили вот эти вот способности. И, ну, и у них было очень много, вот, несмотря на это, и беспорядка тоже. Да, ну, вот знаете, вот, я говорю, ну, знаете, вот, беспорядок иногда людей больше пугает. Наш Бог, Он не боится иногда беспорядка. Наш Бог не боится наших грехов. Знаете, тоже. Не боится Он. Ему, как бы, ну, это мы иногда боимся. Вот другой грешит, и мы боимся, что же там теперь делать, и как вообще быть. Бог не боится. Он такое видел, да. Ну, просто вот представьте, что Он видел, видит постоянно, если Он видит все вообще, да. Вот. Поэтому Бога не пугает ничто. Ни наши грехи, ни наши проклятия, и на Него, и на весь мир, и на других. Вот ничего Его не пугает. Он знает, куда движется. Он знает, что человек – это человек, а с другой стороны, он знает, что человек по образу Божию. Человек сотворен правым, знаете, да. Бог сотворил человека правым, то есть, ну, как праведным, хорошим. Вот. Ну, сердце человеческое, оно пустилось в различные помыслы. Вот. Но изначально человек хороший, и мы, как духовные люди, тоже должны это понимать. Да, когда мы вот за кого-то боремся, да, за кого-то молимся, за кого-то переживаем, мы все равно должны понимать, что это изначально человек, он хороший. И, ну, у него проблемы. Проблемы с грехом, проблемы, потому что дьявол есть, проблемы, потому что плоть есть и так далее. Проблемы, потому что он Бога не знает, Божьего слова в нем нет, веры у него нет там и так далее, да. И мы что понимаем? Да с этим человеком надо работать. Аминь. Потому что вера, она от слышания, слышание от Слова Божьего. И таким образом апостол Павел тоже, попав в этот языческий мир, проповедовав им Слово, они тоже не сразу становятся такими хорошими. Они даже не могут соответствовать евреям. Понимаете, да? Потому что евреи на тот момент, они действительно, ну, были образец. Да, вот, ну, особенно верующие евреи, не образец. Они, ну, это нам уже так, иногда про тех же фарисеев мы там, нам сказали, вот фарисеи, как будто они такие злые там и только критикуют. Да нет, это были, ну, хорошие, добрейшие, воспитанные люди. Я вот когда услышал, что оказывается, ну, я думал, что фарисеи это были такие мажорики, лентяи, которые работать не хотели, только учились. Ну, как, ну, вот, только такие ходили религиозные. А нет, у них там была такая практика, что каждый вот фарисей, если он настоящий фарисей, он должен был на свое образование заработать, трудясь собственными руками. Помимо, вот, учебы, он работать должен был сам. Поэтому, когда Павел говорит, он фарисей по учению, это, ну, высокий уровень, и я, поэтому у меня все перекрутилось. Я думал, Павел стал шить палатки только, возможно, когда стал христианином, пришлось ему, да, был такой белоручка фарисей, и стал шить, возможно, нет. Вот после того, как я узнал эту информацию от фарисеев, возможно, апостол Павел был всегда, вот это он и трудяга был, и духовный, и так далее. Вот, поэтому мы не должны только смотреть, ну, на плоть, на то, что вот там с виду получается с человеком, не получается, да, мы верим Богу, верим Его Духу, верим Божьему Слову, которое должно менять человека. Вот, и мы об этом проповедуем. Поэтому люди, они получают духовные дары сверхъестественно от Духа Святого. Никогда становится там, вот, теперь ты готов, чистый, святой, ты получаешь. Нет, мы понимаем, что те же коринфяне получили кучу духовных даров, еще не будучи, ну, так сказать, да, культуризированными в христианство, да. И это именно вопрос культуры. Понимаете, они вот жили в своем, ну, это нормально было для них. Вот. Ладно, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас, да. И вот одно еще, да, как бы такая зависимость от сверхъестественного, да. То, что люди, они склонны к вот этому стремлению духовному. Ну, вот это в этих словах скрыто, что ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас, да. Мало того, что мы идем к идолам, которые безгласны, так мы еще ходим так, как бы нас ведут. То есть, о чем это говорит, да, что человек и туда тянет, да, что люди вот хотят вот это вот сверхъестественное, духовное и так далее, да. И Павел, апостол, он сравнивает это с духовными дарами. Понимаете, да, что, почему он об этом начинает говорить, потому что, ну да, это все духовное. Но, давайте начнем разбираться. Это то, что он пытается им сказать. Давайте мы начнем разбираться, давайте мы не будем уже невеждами о духовном, да, мы начнем, да. И поэтому он говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных, да. И потом он начинает дальше говорить. Потому сказывая, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Да, вот, тоже, да, то есть, мы должны понимать, что проявления Духа, они даются на пользу. И это тоже очень важный такой момент, что вот там дальше, в 13 главе, Павел, помните, рассказывает о превосходнейшем пути. Вот, если мы посмотрим, 12 глава, она заканчивается так, 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Да, то есть, как бы, мы должны ревновать о духовных дарах, и я вам покажу путь превосходнейший. О чем это говорится? Что путь к дарам через любовь. То есть, да, вот тут мы тоже должны понять, тебе зачем дары? Зачем ты хочешь ревновать о дарах? Что ты хочешь? На благо это на благо только, но самый превосходнейший путь – это любовь. То, что благо, знаете, благими намерениями, куда дорога там измучена. Да, то есть, благими намерениями в ад дорожечка. Вот, поэтому, ну, а любовь, вот тут уже не перепутаешь. То есть, если ты любишь, если ты действительно в этом находишься, то тут, вот. Вот, поэтому тоже, да, вот для того, чтобы мы это понимали, что Бог хочет, да, как правильно, чтобы дары действовали, это все по причине любви. То есть, любовь – это основной мотиватор для даров. То есть, я к духовным дарам не стремлюсь для того, чтобы быть Гарри Поттером. Ну, другими словами, понимаете, да? То есть, я у Бога не волшебную палочку прошу для того, чтобы мне сказать, а-а-а, пим, какие там слова есть, крабли. Ну, это очень важно. Я шучу сейчас над этим, но это очень важно. Ну, как бы, если это не понимать, ты не получишь, как бы, ну, не духовных даров, или, может быть, там даже что-то получишь, но понимать не будешь, как это работает, ради чего это работает и так далее. То есть, у Бога есть мотив и цель. То есть, эти духовные дары на благо, ревнуйте о дарах, на благо, на благо церкви, там даже есть другие места, да, и, соответственно, на благо людей, да, то есть, вот, ну, это все действует и работает из любви. Вот, то есть, все, да, мы уже начинаем форматироваться, что мы уже, оказывается, не язычники, которые ходили к безгласным идолам, так как бы нас введут, да, вот, вот где начинается изменение мышления. Чувствуете или нет вот этот вот момент, вы его, ну, почувствуете, что ты за сверхъестественным гонишься не ради сверхъестественного. Аминь. Понимаете или нет? Потому что будешь гнаться за сверхъестественным ради сверхъестественного, ты язычник, ты язычник, ты, ну, как бы, вот, ты как безгласным идолам, то, как быть, ведут тебя, ты просто хочешь играться. Настоящий мотив христианина – это любовь. Вот, и вот, ну, и мы, когда смотрим на Иисуса Христа, мы понимаем, из чего Он действует, да, вот, Он тот, кто ходит во всех дарах, знаете, да, во всех дарах, у Него были проявлены все дары, да, ну, вот, единственное, мы не слышим там про языки и про интерпретацию. Вот, но есть очень, действительно, сейчас достаточно хорошие версии, что Иисус уходил в пустынные места, что Он там делал? На языках Он там молился. Можем сказать? А почему нет? Почему нет? Потому что, ну, вот, ученики еще не были бы готовы, иначе бы они начали бы Его копировать, правильно? А им нужно было получить этот дар, да, вот, но Иисус был в полноте, был в полноте Святого Духа, вот, поэтому вот это первое, что мы должны понимать, что, да, духовные дары есть, духовные проявления есть, первое, они на пользу, второе, они из мотива любовь, то есть, да, если я кого-то исцели, ну, как бы, да, Бог через меня кого-то исцеляет, то это в первую очередь, потому что, вот, я сострадаю, я люблю. Понимаете, вот он мотив, потому что, я уже приводил этот пример, я одного человека спросил, а ты вот что хотел? Ну, я бы хотел исцелять. Я говорю, у тебя денег куча, и ты не хочешь отдать людям на операцию, есть куча людей, которым можно дать твои деньги на операцию, и они исцелятся. Ну, ты же не хочешь этого? Тогда что ты хочешь? Да, вот, понимаете, откуда, ну, вот оно откуда, помните, откуда вот это первое чудо Петра взялось с Иваном? Серебра и золота нет у нас, но что имеем, то даем тебе во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Вот дары пошли работать. Почему? Нету денег. А пока есть деньги, иди раздавай деньги. Вот, поэтому те, у кого есть деньги, исцелять навряд ли будут. Ну, это уже мои какие-то личные заключения такие. Ну, либо это будет как-то вот, ну, по-другому, да. Может и будут, ничего не могу сказать, да. Ну, то есть, Бог начинает включаться, когда, ну, как бы, вот, когда проблема больше того, что ты можешь сделать. Вот, Иисус же сам про себя говорит. Лисицы имеют норы, птицы гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. Вот он, он действительно по-настоящему всего себя раздал. Всего себя включил, всего себя отдал в проповедь, в полное, вот, все, вот он для людей. Вот он ходит, он не живет для себя, он в один духом на сто процентов. Он всего себя пытается раздать, но нужды настолько много, что сверхъестественно Бог начинает вот через его любовь и через его желание покрыть эту нужду действовать. Понимаете? Вот, вот дары духовные, это нечто похожее, да. Вот, это не, вот, игрушечки, понимаете, не волшебные палочки. Не просто, вот, хочу так, чтобы про меня говорили, что вот я так. И вот апостол Павел здесь, вот, в этой 13 главе тоже, он говорит, если я говорю языками человеческими, вот, да, и мы говорим, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И начинает говорить про любовь. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий, да. И мы видим, что даже для молитвы на языках тоже нужна любовь, да, то есть, ну, даже для этого нужна любовь. То есть, если у тебя это просто, для того, чтобы показывать всем, или вот, ну, это, ну, он говорит, я кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое даже, да, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Понимаете, то есть, вот, ну, и это первое то, что мы должны, как бы, понимать, что любовь в основе всего, основной принцип для действия, сверхъестественного действия Бога через твою жизнь, это любовь. Все, учись любить людей. Не стремись просто иметь вот эти духовные вещи ради духовных вещей. Аминь? Достаточно. Вот. Тоже, да, есть такой момент, что религия никогда не говорит о духовных дарах. Заметьте, ну, как бы такая вот основная религия. Никогда. Вы никогда почти не услышите ни у православных, ни у католиков, ни вот еще нескольких там конфессий. Ну, нету. А почему? Да они не имеют, потому что этого. Потому что религия не имеет духовных даров. Знаете, многие люди не имеют. Да, есть отдельные люди, которые могут быть внутри религии и иметь эти вещи, да, и, ну, любить людей, и их, да. Ну, вот, религия, она не имеет, не верит и не знает, да. Потому что, чтобы говорить о духовных дарах, нужно их понимать, нужно их практиковать, иметь о них откровение. Вот, и я говорю, что я очень сильно рад, что вот сегодня Бог сказал говорить об этом. Вот, потому что для меня это вот просто радость и откровение, и понимание, что вот, ну, мы готовы к чему-то готовы, да, что нам это нужно, и нужно этому научиться. Ладно, все, мы, основное мы задали, я не буду уже дальше просто вариться вот в этом предисловии, вступлении, да, о дарах духовных. Двенадцатая глава Коринфианам первая, продолжаем читать, вот. Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий во всех, все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков, все же сие производят один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились, погрузились в одно тело. Вот. Ну, дальше идет, если я голова, или там, если я рука, а не нога, то, ну, да, вот он это объясняет, да, мы сейчас не будем об этом, сейчас, вот сегодня проповедь именно о двух дарах, о слове мудрости и о слове знания. Вот. Именно так она мне была, как бы, вот мне так проговорено было, вот так открылось, что нужно говорить именно про это. Ну, люди любят построить, да, по порядку все, да, как что идет. И я, ну, действительно, тоже в это верю, да, что апостол Павел, перечисляя духовные дары, ему дана эта мудрость перечислить их в определенном порядке. Да, что вот он, вот, например, язычник бы, если бы перечислял духовные дары, с чего бы, как думаете, он начал? Я думаю, с чудес бы начали, вот, с чудес, с исцелений, с верой, пророчества, и потом, может быть, включили бы слово мудрости и слово знания. Но апостол Павел начинает вот с этих двух даров. Одному дается слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, да, он их ставит выше всех. Вот, ну, нам можем с этим соглашаться, можем не соглашаться. Я, ну, как бы, вот так считаю. Я даже думаю, перечисляя эти два дара, он тоже их ставит именно вот в определенном порядке. Слово мудрости и слово знания, да. Потому что потом он, например, начинает в конце этой главы, он говорит, да, и вы, тело Христово, опорознен члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки, да. Вот, и опять же мы видим определенную, да, он говорит, во-первых, во-вторых, в-третьих, да, и во-первых, кто? Апостолы, да, во-вторых, пророки, в-третьих, учителя. Вот, и опять же мы видим, что первые вообще апостолы, да, кто такой апостол? церковь кто такие апостолы посланный да кого бог посылает кого бог посылает того бог наделяет аминь то есть бог не посылает пустых бог не посылает пустыми бог готовит и кого он посылает того он посылает да и поэтому 1 они идут апостол и поэтому в апостоле может быть все он во первых апостол и в нем все есть и учитель должен быть по идее и пророки пастыр все вот он то есть апостолы это те которые прям они дам вот даже по евангелие мы видим иисус христос и апостолы да то есть вот они ближе всего к нему и они вот от нему от него все впитывают да он их готовят он их посылает он им передает свои знания, свою мудрость, они прям от него учатся и потом они все стали готовыми для того, чтобы идти, да. И, ну, я сейчас о духовных дарах. То есть, и поэтому вот это вот слово знания и слово мудрости это то, без чего вот, ну, апостол вообще не может. То есть, и мы видим, что даже когда он говорит, да, во-первых, апостолы, во-вторых, пророки, в-третьих, учителя, а потом далее иным же, да, вот как бы, ну, как просто в приложении, иным там силой чудотворения, все вот это вот, да, исцеление, вспоможение, управление, все это вот второстепенное. А первое, кто? Люди слова, мы бы так сказали, да, люди слова, люди, которые, которые, ну, вот, понимают слово, имеют слово, носят слово, да, Иисус есть слово, аминь. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог, и слово стало плотью и поселилось среди нас. Аминь. Иисус есть слово, Иисус есть вот этот божественный логос, да, то, да, Бог словом сотворил все, да, то есть слово, оно самое главное, да, и мы вот, и поэтому, ну, кто-то может сказать там, ну, я точно не апостол, мне слова не надо. Всем слово надо, всем слово надо. Вот. И вот в эти два дары я пойду теперь снизу вверх, да, вот мы их отделили, я просто, да, ну, на самом деле пророчество тоже можно туда вставить, да, но мне вот проще будет так. Итак, мы имеем слово мудрости и слово знания. Слово мудрости и слово знания. Первое идет слово мудрости, второе идет слово знания. И теперь мы пойдем от слова знания сначала, потому что, вот, ну, это мое, как бы, мнение, мое откровение, что к слову мудрости мы должны прийти через слово знания. Тут уже думайте. Ну, я объясню. Вот. И здесь как раз мы сегодня будем исправлять неправильную интерпретацию этого дара. Потому что, ну, это мое мнение, но я буду говорить уверенно, ладно, вы меня простите, потому что, раз мне позволено сегодня об этом говорить, и я все-таки сначала, прежде чем сказать вам об этом, я проверил это, свою теорию, так сказать, да, свое вот это откровение с богословами даже, да, вот, ну, в частности, Егор Владимирович, немножко я говорил с Шухом, Шух меня не понял, потому что он, ну, как бы, вот, уверенно практиковал именно таким образом, как привык, как передали. Я не знаю уже, откуда оно началось, но церковь почему-то, слово знания, стало практиковать так. Знаете, как сейчас церковь практикует слово знания? Никогда не видели? Когда проповедник начинает ходить и говорит, так, Саша, здесь есть Саша? Тысяча человек в зале. Или Виталий? Виталий, Виталий, у него проблема с сердцем. И там кто-то руку поднял. У меня с головой, не, 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 с сердцем, с сердцем. Виталий, у него что-то с сердцем. Видели такие исполнения, нет? Как вы на это реагируете? Вот честно. Я, вот, меня выворачивает, честно говоря. Некоторые просто не обращают на это внимания. Но я почти больше, чем уверен, вам всем где-то внутри это все не нравится. Вы живые люди, и вы не любите, когда вас обманывают. Правильно или нет? Мы все сообразительные и понимаем, что, да, ну, или там, в пятницу, там, у кого-то болит спина очень сильно, там, да? Да, вот, здесь есть спина, спина болит, да, поднимите руку, да, и вот, ну, начинается, да? И вот люди, как бы, да, у кого спина, у кого почки, и вот они там, да, то есть, как бы, да, пытаются, ну, я, честно говоря, я не против, когда Бог говорит, когда есть движение Духа, и я понимаю, что, возможно, по побуждению Духа все эти вещи, они бывают, или есть, да, есть люди, которые это практикуют, но в большинстве своем все уже это понимают, что это, как бы, шоу, что это немножко фейк, что это, вот, ну, стреляние по воробьям, или там, да, из автомата, да, куда-нибудь попаду, там, и так далее. И я считаю, что именно это родилось из неправильных доктриней, именно о слове знания. То есть, слово знания когда-то, вот, на мой взгляд, начали интерпретировать именно так, что, знаете, на чем основана эта доктрина? Иисуса Самарянка. У тебя было пять мужей. Вот откуда это, в основном, пошло, эта интерпретация. Я не помню, где есть еще вот эти места, но где, вот, Иисус, разговаривая с Самарянкой, он говорит, у Иисуса слово знания там было. Вы вот так думаете? Я могу сгладить угол, сказать, ну, ладно, возможно, и слово знания там было тоже. Но какое слово знания, если это, наоборот, слово незнания? Иисус не знал, но Иисус попадает в цель. То есть, как бы Иисус, выговаривая ей ее проблему, ну, я бы, вот, ну, как, я человек, да? И я, понимаете, там можно было по логике, вот все уже знают, тогда Самарянка пришла там в три часа дня или во сколько-то, в жару за водой. Там все это читается, да, что у нее какие-то проблемы с людьми, скорее всего, она не хочет ни с кем встречаться, и Иисус ей поэтому там говорит, иди приведи мужа, она говорит, ну, у меня нет мужа, ну, у тебя пять было, да, и, ну, и попадает в точку, да, то есть, ну, для меня это больше пророческий дар, это пророчество, это вот, ну, Бог духом, я соглашусь, Бог духом открывает, но это не слово знания, вот, потому что, когда, ну, если мы понимаем, вот, сейчас я вам объясню, что такое слово знания, потому что слово знания, это действительно слово знания, это когда ты вот о чем-то знаешь, это когда ты умеешь размышлять и сопославлять духом, что такое знание вообще? Ну, вот, сторонники этой теории, я понимаю вас, терпите, это не связь, ну, это пророчество, но это ведет к неправильной практике, это, понимаете, это то, чему нельзя научить, когда, вот, я уверен уже в этом, я просто, я уже это вот испробовал, я, когда, я думаю, что я вам дорасскажу, вы меня поймете, это не может быть знанием слова, словом знания, потому что это слово не знания тогда, Иисус, ну, как бы, ему открыто, да, пророчески, что у него было пять мужей, но кто сказал, что это дар слова знания? Для меня слово знания, это, когда Иисус говорит, всякий книжник, научившийся, царству Божьему, достает из своей кладовой старые и новые вещи, слово знания, это когда ты действительно знаешь слово, знаете, кто обладает ярким словом знания, и вы этого человека знаете, Игорь Иванович, вот здесь был Игорь Иванович, вот дар, духовный дар слова знания, когда человек, у него в голове все разложено по папочкам, по полочкам, он просто папочку открывает, и тра-та-та-та-та тебе, он другую папочку открывает, и тра-та-та, он нам такие шедевры рассказывал, там, про историю, про то, Он просто, да, человек сталкивается с этим, у него все по папочкам. Вы видели, как компьютер знания держит? У него в папочках там все. Папочка такая, в этой папочке еще столько-то папочек, и мы все открываем, и мы находим там знания. Вот, поэтому слово знание, ну, и поэтому это духовный дар. В духовных вещах нельзя быть только сознанием, поэтому Иисус говорит, что всякий книжник, наученный Царству Божьему, достает оттуда и старые новые вещи. Поэтому Иисус в Евангелии от Луки тоже написано, и отверз им ум к уразумению Писаний. То есть, вот, что нужно человеку, вот, что Бог хочет от человека. Бог дает нам Библию, Бог хочет, чтобы мы эту Библию прочитали и не один раз изучили. Получили что? Знания получили, знания. И уже Бог духом своим начнет из этих знаний давать тебе вот это слово знания уже. Когда ты духовное соединяешь с духовным. Давайте я вот вам прочитаю Коринфянам. Первое Коринфянам. 6 стиха, 2 глава, 1 Коринфянам. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим. Ибо дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Да, то есть нам нужен дух и нам нужно вот это вот духовные все моменты, ну знания даже, да, для того, чтобы знать. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Вот что Бог хочет, чтобы человек, каждый человек, каждый человек в той или иной степени имел. Мы действительно должны иметь слово знания. То есть мы должны иметь много знания библейского, духовного. И Бог духом своим тебя уже, да, учит соображать духовное с духовным. Понимаете или нет? Вот это называется слово знания. И тогда человек, христианин, становится вот этой вот, ну действительно машиной. Помните, про Иисуса говорят, он знал мысли их. Вот, да, а, его никто не знал, а он знал, ему были, он знал их не мысли. Мы все хотим опять же видеть в Иисусе вот эту вот супер, да, отдельного человека, который прям читает мысли. Алиса, Милофон и так далее. Понимаете? Духовному человеку мне не надо слышать мысли человека. Я их знаю. Понимаете или нет? Потому что я соображаю духовное с духовным. Я вижу небольшую реакцию человека на то или иное действие. Мне хватает, ну иногда хватает просто, лицо покраснело и ты все знаешь. Да, грубо говоря, там или в вопросе, который человек задал тебе, ты уже слышишь дух, которым он там с тобой борется или подковыривает тебя или еще что-то. И тебе, ну как бы ты понимаешь, человек там не собирается тебя воспринимать. Он закрыт там и так далее, да. Что это там? Это какой-то вот пророческий дар? Да нет, я, ну как бы, чувства, навыкам приученный, я духовный человек, я понимаю, как работает психология у человека, как работает душа. Почему? Потому что, ну, я изучил Слово Божие, я изучил себя, я позволил Богу со мной работать, я научился этим вещам просто, потому что эти вещи... Мы так-то, как люди, психологами все рождаемся, правильно или нет? Все мы в той или иной степени психологи. Я даже когда-то хотел стать психологом. И вот во мне, видимо, вот проповедник вот всегда жил. То есть, потому что Бог, он, да, изначально в тебя заложил то, что вот тебе принадлежит. И вот мы даже, ну, как бы, ты разбираешься в людях, правильно? Тебе, ну, много раз не надо даже говорить, да. А если, говорю, что-то, а если ты еще знаешь Библию, если ты еще знаешь вот эти вот моменты, как ведет себя душа, дух, да, и так далее, еще вот, ну, еще знаешь этот духовный мир, ангельский мир там, да, бесовский мир, то, ну, как бы, ты духовным человеком становишься, у тебя есть знания, да. И здесь написано, ну, мы приняли не духа мира, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо бы насудить духовно. Да, то есть вот мы учимся судить духовно. И для меня это все слово знания. Слово вот, слово знания, слово духовного знания, да, оно должно прийти через знание Библии, да, потому что, вот, если мы говорим об апостолах, которым обязательно нужно слово знания и слово мудрости, какой апостол без знания Библии, скажите мне? Может быть, апостол без знания Библии? Пророк, учитель, не могут быть эти люди без знания Библии. Поэтому, ну, вот нам нужно так знать Библию, чтобы вот все эти места из Библии, они всплывали. У тебя происходит ситуация, ага, здесь Давид, Гидеон, у тебя знания, у тебя папочки открылись. Ты понимаешь, ты можешь просто вот, ну, человеку, вот, человеку рассказать и так далее. Поэтому, ну, очень много, вот, я, вот сейчас я вам что делаю? Вот сейчас я проповедую вам из слова знания. Вот, и очень часто в большинстве своём с кафедры мы проповедуем, практикуя слово знания. Соображая духовное с духовным и давая расклад. И люди все такие, да, действительно так. Вот, всё достаточно просто. И когда вот тебе разложено по полочкам, и всё хорошо, всё вкусно, всё действительно вкусно. Вот. Поэтому слово знания, на мой взгляд, это это. И я ещё раз козырнул, говорю, что я рассказал о своём вот этих мыслях, потому что, если мы говорим о слове знания, как вот это вот, вот этот вот крайний вот этот вот случай, слово сверхъестественного знания, то мы понимаем, что мы все мимо. Ну, правильно или нет? Или кто-то хочет выйти сюда и сказать, печень. Да вы такие же люди, и они такие же люди. Я вот, я, у меня есть, как бы, я вот спокойно могу, я думаю, я вот смотрю на этого проповедника. Огромная конференция, тысяча человек, и вот он ходит там и вот этим вот занимается. Я люблю иногда посмотреть. Я думаю, ну ты, ну ты актёр вообще. Я вот чувствую его, мне достаточно, вот ты актёр. Кто-то сейчас вот меня камнями задает. Да нет, это святые люди, это они вот там вот в дарах движутся. Сказал, да, я согласен. Вот так он именно сказал. Ну, дальше не стали развивать эту тему, но он это сказал. Поэтому я и говорю, что могу больше того. Я сначала эту теорию сказал Игорю Ивановичу. И Игорь Иванович мне кивнул, но не согласился. Он мне потом об этом рассказал. Он мне рассказал. А потом, когда вот он уже пожил с этим, подумал про это, ещё тут вот, ну мы ещё поговорили про это. Как бы, ну поймите, что я, ну не первый день вот это получил и такой вам задвигаю. Я вот, ну, несколько лет об этом думал, я это формулировал, я дискутировал с разными христианами и вот это вот обсуждал. Я говорю, ну вот так вот это. Ну вот, понимаете, я понимаю, что могут быть ошибки. Когда мы, а когда мы учим вот об этом сверхъестественном, вот якобы какое-то слово знания должно меня посетить там. Ну, хорошо, меня иногда посещают какие-то откровения, вот как сегодня с маской. Вот я увидел, нет, это откровение, пророчество, это слово Божье. А ну, ну, понимаете, слово знания, это вот я вот открываю Писание и начинаю раскладывать вам. Вот слово знания. Понимаете? Я духовное с духовным совмещаю. Для этого тоже нужен Дух Божий. Понимаете, я не могу это делать по плоти. Вы возьмёте там, некоторые говорят, да это можно и по плоти. Да нет, и вот встанет человек, и он тебе будет тоже там вроде как духовное с духовным, места с писаниями, но вы раз, а духа-то нету. Вы скажете, человек говорит о чём, что он сам не знает. Понимаете? Вот вы это почувствуете, и многие из этого почувствуют. А когда человек, как бы вот, ну вот он учился, он разбирался, он как бы говорит, и вот он рассказывает какую-то проповедь. Вот вы знаете, что такое, ну, проповедь? Надо просто учить, вот иногда людей просто составлять проповедь. Что такое проповедь? Берёшь какую-то тему, например, и у тебя пошли, симфония заработала, параллельные места. Я говорю, папочки открываются, ты там про веру. Вот надо про веру поговорить, да? И всё, у меня заработало слово знания. У меня все начинают места, если я их помню, там, вера есть, осуществление ожидаемого, вера с невидимым. Да, иди, вера твоя исцелила тебя. Я начинаю набирать вот эти вот места Писания, начинаю их открывать, начинаю разбираться, и оттуда вот выстраивается некая проповедь, да, некое такое послание. Но для меня это слово знания. Это, ну, я вам буду объяснять, как это работает. То есть, что делает слово знания? Слово знания, оно объясняет. Оно раскладывает. То есть, ну, мы дальше вот должны пойти к слову мудрости уже, да? Вот что же такое слово мудрости? И это я вам тоже, давайте я сейчас посмотрю, что у меня тут ещё по поводу слова знания, какие места есть. Вот. Соображай духовное с духовным, мы прочитали. Первое Коринфянам, 8 глава. Просто мне уже не терпится уйти в слово мудрости. Потому что оно на первом месте. Это просто вот, ну, это самое лучшее вообще, вот для меня, это вот то, чем был Иисус. Вот притча Иисуса, это что? Это слово знания или слово мудрости? Аминь. Сами догоняете уже, да? Почему? Потому что, ну, со знанием там трудно подобраться к нему, да? Ну, как бы мы проникаем в эти прищи через знания, но всё равно оно, как само слово дано, как слово мудрости. И оно, ну, вот знание, оно, ой, как оно, да? Вот оно конкретно часто, да? Вот, да, либо знаю, либо не знаю, да? И оно, оно действительно, а мудрость, вот она, она ещё, ну, вот она духовная, она текучая, она живая. Понимаете? Поэтому вот часто притча Иисуса и вообще, ну, и даже Библия сама, вот она духовная, у неё есть разные уровни, да? Разные уровни откровений. Ты, сегодня ты здесь вот эту притчу прочитал про это, а потом ты вообще её, ну, про другое прочитал, вот прям, и через несколько лет она тебе ещё глубже открылась там, да? А потом она тебе ещё открылась не глубоко, а просто поверхностно, и ты думаешь, ёлки-палки, а где я был вообще, вот, ну, почему я этого всего не видел? Вот. Вот. Ладно, про знание прочитаем. Первое Коринфиан. Ну, вот, почему слово знание, оно на втором месте? Ну, как бы, вот. Потому что знание тоже надмивает. А идолы жертвенных ядствах мы знаем, потому что все мы имеем знание, но знание надмивает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него, да? То есть, вот, поэтому тот, у кого есть вот слово мудрости, да, он больше того, у кого есть слово знание. Но я считаю, вот моё мнение, моё откровение, что тот, кто обладает словом мудрости, обязательно должен обладать словом знания. То есть, не придёт к тебе вот слово, вот сам Иисус, он имеет эту мудрость уже выражать вот эти вещи каким-то вот завуалированным образом. В первую очередь, почему? Потому что он сначала их очень хорошо знает. Он знает человека, он знает душу, он знает Писание, он знает это всё. И вот для того, чтобы, там, ну вот, когда мы проповедуем из слова знания, нужно много времени. Нужно вот все моменты расставить по своим местам, всё. И что получается, сейчас сразу иногда с людьми, пока ехали оттуда туда, уже забыли, что там было. И мы часто, вот когда, ну, мы будем, мы говорим из слова знания, мы вот из всего вот такого вот объёма, мы 10%. Вот даже уже учёные доказали, мы в институте вот учимся, и нам говорят, да не старайтесь вы ничего, всё, только 10% останется. Но если будете писать 20, сижу, пишу. Вот, поэтому иногда пишите. Вот, ну, ничего человек не может с этим сделать. Вот, ну, знания. И знания, они вот, ну, они надмивают. У каждого есть свои знания. Почему нам часто так тяжело одним христианам доказать что-то другим христианам? Потому что у каждых христиан есть какие-то свои знания. Все как, вот, вот заполненные стаканчики находятся, да, вот все чем-то заполнены. И так тебе, а кто тебе сказал, что ты лучше знаешь, чем я? Да, и вот ты должен вот убедить его, сказать, слушай, ну, ты подумай, ты тут вот поглубже, да, ничего мне не надо. Я знаю. И всё, он полный. Вот знание имеет вот эту вот функцию. И всё, и человек вот, и сколько нужно работать над этим человеком? Просто вот представьте. И это сплошь и рядом. Муж с женой, да, о чём-то там нужно решить, чё-то договориться. Просто мы на уровне знания, ну, очень трудно, понимаете, очень трудно, вот, подобраться к людям. Поэтому вот, поэтому я говорю, слово знание на втором месте. Но слово знание важно, оно нужно. Мы должны действительно вот знать Библию, знать вот как можно больше для того, чтобы соображать духовное с духовным. Ну, впитывать это, заменять знание даже внутренне. Вот я вот, сегодня я пошёл вот на это, я говорю, я хочу вот эту доктрину вырвать уже. Ну, потому что вот, ну, неправильная практика за ней. Неправильная практика за ней. Если вот это действительно так, что мы вот, ну, нужно слово знание. Вот оно сверхъестественное, слово знание. Пум. Колено. У кого колено? Колено, колено, да? Лена, колено. И там раз, Лена, колено, ёлки-палки. Лена, и у неё колено. И всё, и вот оно слово знание. И получается, что, ну, вот, цирк получается. А когда мы слушаем Игоря Ивановича, трепет, у меня мурашки иногда. Когда я вижу, когда вот этот вот живой человек, такой же, как я, папочку за папочкой там открывает у себя в голове, и у него там всё. Я думаю, да как же это вообще возможно-то? Историю христианства, которую даже не учил, просто вот один раз прочитал, и у него же по папочкам там всё встало. Понимаете, вот, ну, как бы человек с явно выраженным даром слова знания. Вот явно выраженный дар. Всё. Вот, ну, вот так вот это работает. Вот Бог нас такими сотворил. И я говорю, люди удивлялись. Вот мы с ним ехали в машине, мы все удивлялись. Вот как он может просто вот рассказывать это. Он не профессор, не учился. Вот так работает его мозг. Он впитывает знания. Он укладывает их там по папочкам. Но, не забывайте, знание надмевает. Кто думает, что он знает, тот ничего ещё не знает, как должно знать. И вот в чём дилемма, да, что знание, оно нам нужно, знание, оно нам, оно важно. Но дальше мы идём к слову мудрости. Что же такое слово мудрости? Слово мудрости, другими словами, это сжатое слово знания. Это уже действующее слово, когда ты понимаешь... Ну давайте вот примеры. Иисус и женщина, которую хотят побить камнями. Есть всего лишь несколько секунд или минут, чтобы решить эту ситуацию. Вот он сидит и чертит что-то на полу. И там вот весь он является вот этим вот примером слова знания. Как он разобрался с этой вот религиозной тварью. Я больше про дух. Понимаете, для этого, этому человеку нужно было, ну вот как Иисусу, ему нужно было понимать. Да, врага, чётко. Враг не люди. Да, первое, что он понимает. Второе, ему нужно настолько ёмкий ответ, настолько короткий ответ, чтобы он сработал. И вот он сидит, я не знаю, может быть, он в этот момент говорит, отец, дай мне мудрость. Дай мне мудрость для того, чтобы вот, ну, донести им. Потому что вот если бы он начал проповедовать им из слова знания, они подходят к нему и говорят, а вот Моисей сказал, мы поймали при любодеянии. И они знают, что Иисус всех прощает, всех любит. Они думали, сейчас мы его поймаем. Если он скажет побить, ну всё, авторитет потеряет. А если не побить, он против Моисея пойдёт. Да, всё, они думают, что Иисус в ловушке и невозможно оттуда выпутаться. Что нужно Иисусу иногда, да, или вот нам, как христианам? Ну, послушайте, мы же все грешники, мы же вот, ну, и мы можем, да, и мы, например, можем начать объяснять вот этой толпе из слова знания. У нас что-нибудь получится? Они, ну, как бы вот не будут, они не услышат, люди не готовы слышать весь расклад, что там, вы тоже грешники, и она тоже грешник, но Бог всех любит, там, и так далее. Понимаете, вот, ну, не услышали бы. Нужна была короткая, ёмкая формулировка, заключённая всего лишь в нескольких словах, но чтобы это слово произвело работу. И Он говорит, кто из вас без греха, пусть первый бросит на неё камень. Всё было сформулировано, да, то есть вот каждое, каждое слово, то есть их было подведено к какому-то определённому действию, да, что, ну, во-первых, он им, да, и они от старших до младших начали уходить, да, то есть они, ну, они не смогли произвести, ну, я без греха, там, нашёлся бы какой-нибудь, да, никто как бы не смог, да, то есть он, он вот в этом всём, да, привлёк каждому взять на себя ответственность за это, да, вот он разрушил вот этот принцип толпы и в этом моменте. Вот представьте, насколько важна вот эта вот формулировка, чтобы это всё сказать. Даже вот он, например, сказал, ну, если вы без греха, тогда забейте камнями, и вот, ну, а, вместе все забьём. Но Он говорит, пусть тот, кто из вас без греха, пусть первый бросит в неё камень. Пусть первый кто-то возьмёт на себя ответственность сделать это. И не нашлось первого, старшие ушли, младшие засомневались, момент был упущен и так далее. Да, и вот я говорю, я размышлял над этим, сколько вот там всё было продумано, он сидит и чертит что-то. И помните, они же уже, там же даже выдержан был вот этот вот момент, когда вот они думали, что они его поймали в раскол, всё, ему нечего сказать, он сидит чертит. Там же написано, что они уже, ну, всё, мы тебя, ну, думаем, всё, в тупик вашего учителя. А я вот называю это, а он ждал, пока эта гадина поближе подберётся. И тут раз, меч короткий, и всё. Понимаете, вот она духовная война. Да, вот оно слово мудрости. Да, то есть слово мудрости, это сжатое слово знания. Это уже вот, ну, как бы вот, часто даётся, это вот именно в последний момент. То есть, когда, ну, кто готов, то есть, ну, это вот слово даётся именно от Духа, от Бога. Но знание было у Иисуса? Было. У него была прозрачная ситуация. Он уже знал, что он прав. Он не был застигнут врасплох. Он думал. Он искал это слово. Да, он искал, как, ну, вот, ну, это я бы, да, так делал, например. Помните, что Иисус тоже говорит, вот, когда, говорят, будут вас предавать и к начальникам, к царям для свидетельства. Ну, что он им сказал? Не думайте, что вам говорить. Не готовьте сразу речь. Не пытайтесь там от слова знания говорить. Будет вам дано. Да, вот она, самая такая вот высшая. Вы прочувствуете это. Вы поймёте это. Вы получите это. И поэтому я вот сегодня вот вам это, как бы, проповедую, именно понимая, насколько нам это всем нужно. Нам это нужно на работе. Нам это нужно дома. Нам это нужно для служения. Нам это нужно для проповеди людей. Потому что, знаете, вот, иногда нет времени человеку дать вот этот вот полный расклад. Нам нужно часто что-то такое, что вот, я не знаю, зацепит или ещё что-то. Или, или там, разрушит врага, да, там, конфликты семейные. И муж или жена. И вот один другому тра-та-та-та-та-та-та-та. У другого не меньше. Он ему всё, всё, у него тоже знания много. И вот они вот, ну, вот, не принимаются. И возможно даже, да, часто, твоё знание действительно превосходит знание того человека. Ты лучше знаешь. Но из-за того, что этот человек полон своего знания, ничего не подействует. Проси слово мудрости. Вот это вот, ну, вот этот вот момент. Проси слово мудрости. Проси какое-то такое особенное слово для того, чтобы, ну, вот, подействовало. Не забывайте про любовь. Да, не забывайте про то, что мы в первую очередь любим. Да, из любви действуйте. Вот у меня, ну, недавно такой небольшой опыт был. И я с одним человеком, я ему и такой расклад. И такой, ну, вот, в центре, и он там, да, я пойду, я буду работать. Я, вот у него вот такая куча планов. А для меня этот человек, он прозрачен. Я понимаю, что это падение стопроцентное. И я ему вот это падение по полочкам, вот, в целом, и так-так-так-так-так-так-так. Он не слышит. У него своя картинка, и у него вот свое там. И я думаю, ну, вот ничего я не могу. Я не могу пробиться. Не работает мое слово знания. Не работает. Никакие мои расклады не работают. Человек нужен. И я вот там понял в тот момент. Ну, как бы, нужно было просто там, Бог, дай мне, открой мне что-то. И я понимаю, что ему просто, просто нужно побыть со мной больше еще. Может быть, что-то подействует. Ну, ему точно сейчас нужно еще продолжать, нужно оставаться. Но мне нужно слово мудрости. И знаете, какое слово Бог дал мудрости? И у нас вот появился этот объект. Я к этому человеку подхожу и говорю, помоги мне. Помоги мне, пожалуйста. Говорю, у меня сейчас тут очень много работы. И сейчас вот не очень хорошо, если ты уйдешь. Я готов тебе там. Но мне нужна помощь. Я говорю, помнишь, я тебе помог тогда? Ну, он как бы, да. Я говорю, помоги мне. И вот, знаете, ну, и, понимаете, и раз, и изменилось состояние этого человека, и что-то там произошло, и человек нашел другой мотив. И, понимаете, и вот, ну, я вот понимал, что... И получается, что я даже как будто унизился, знаете, даже, да, вот, помоги мне. Знаете, потому что я вот был в организации, которая там духовная часто, и она, ну, она не готова там человеку сказать, слушай, останься, ты нам нужен, ты... Они, если человек там хочет, то они скажут, да. Другие придут, и раз ты собрался, ну, иди, и наговорят ему, с тобой будет тот... Ну, и поэтому часто люди там пророчествуют другим просто из слова знания своего, и вот то, как они видят там, и так далее. Я пришел в безысходность, я думаю, я хочу помочь этому человеку. Мне важно, чтобы он пока продолжал, и хоть как-то, чтобы вот сбить его там с этой волны. Мне нужно какое-то слово, Бог, я не знаю. Я просто поверил, что у Бога есть какое-то слово. Есть какое-то слово для этой ситуации, я говорю, дай мне тогда это слово. И мне пришло вот это слово, вот скажи этому человеку вот так. И, ну, и вот оно сработало, и пока работает, и не знаю, да, что будет дальше, и так далее, но слово работает. Знаете, и вот у нас тоже в конфликтах в каких-то, в семейных там, или еще в чем-то, да, пусть вот проси у Бога часто, ну, слово мудрости, чтобы вот не все ему рассказать, как есть тому человеку, да, а сказать какое-то такое слово, которое произведет работу. Вот оно, слово мудрости, оно производит работу. Это то, кем был Иисус. То, что Иисус практиковал, да, ему динарий приносит, а не динарий, ему говорят, а правильно ли платить налоги? И вот тоже, да, попробуй разберись. Скажешь так, будет так, скажешь так, будет, а вроде тупик, ну, принесите мне динарий. И вот она, истина из сердца Христа рождается, вот в этом вот тупике, да, отдайте кесарю кесарю, а что на нем изображение, да, и вот оно, и мы видим процесс рождения этого слова. Я даже вижу поиск Иисуса Христа, ответ на этот вопрос. Знаете, он не с заготовками живет, он их рождает. И слово мудрости, оно рождается, будет, ну, из ситуации. Если ты будешь, но тебе нужно слово знания, тебе нужно понимать ситуацию, что происходит, да, поэтому даже там в домашних конфликтах муж и жена, кто-то должен быть более духовный и должен найти это слово мудрости для того, чтобы решить этот конфликт. Из какого мотива? Из любви. Не из того, что превознестись, я прав, а даже, может быть, занять другую позицию, как бы неправого, но потушить, решить эту проблему. И тебе, может быть, никогда никто за это спасибо не скажет и будет незамечено. Но если ты, как бы, вот, действительно будешь искать этого слова мудрости, Бог тебе его даст. Бог тебе его даст. Если ты тот, который, вот, ну, видит ситуацию лучше, больше и готов искать Бога. Самый, один из самых крутых примеров, я говорю, вот я, когда размышляю о слове мудрости, это, ну, Соломон. Да, и помните его эту историю, когда две женщины, да, вот этот молодой царь заступает на царство, и две женщины приходят, и ему говорят, каждая про одного ребенка. Это мой сын, другая говорит, это мой сын. Да нет, она его заспала, своего ребенка, моего украла, и теперь, говорит, это ее, это точно мой. Дилемма, дилемма, нереальная дилемма. И что делает Соломон? Вот откуда-то сверхъестественно рождается вот эта мысль, да, я иногда как будто вижу, как она рождается. Ну, действительно, раз нельзя решить, ну, давайте разрубим, меч принесите сейчас, сейчас разрубим. Только он вот это вот произнес, я не знаю, пошутил он, не пошутил, иногда даже через пошутил это может работать. Только он это как бы произнес вот в этом вот серьезе, и раз, да, и мы думаем, вот как можно решить иногда какие-то проблемы. Слово, слово, не бывает для слова нерешенных моментов. Все, что нам нужно, это слово, слово от Бога, для каждой ситуации. Принесите меч, сейчас разрежем. И сразу вскрылись намерения, да, 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 режьте. И другая, не, 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 отдайте. Все, сразу все вскрылось. Не, 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 отдайте той, пусть живой лучше будет, а этой режьте. И все, говорит, ну все, это мать, это не мать, все, все ясно. И там написано, что вот весь Израиль узнал об этой мудрости Соломона, да, что как он решил вот эту ситуацию словом мудрости. Я говорю, слово мудрости, это вот, ну, это наивысший вот этот вот дар. Но я считаю, говорю, что он будет от того, у кого будет знание. Да, вот, ну, нам обязательно нужно знание. То есть, да, понимание ситуации для того, чтобы решить эту проблему. И тогда Бог дает тебе краткую формулировку и так далее. Вот еще один хороший пример, это апостол Павел. Вот я говорю, как быстро они соображают, духовные люди, духовное с духовным. Это деяние. 23 глава. Тоже Павел в такой достаточно сложной ситуации, там в Синедрионе. Ну, не раз проявлялся у Павла Словом. Ну, помните, он, когда он там требует суда Кесаря. Да, вот оно тоже. Раз. И ситуация сразу решилась и во все стороны. Или здесь. Вот его люди хотели прям все там. Давайте я с первого стиха просто прочитаю саму ситуацию, чтобы контекст был виден. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, мужи, братья, я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня. Да, вот, понимаете, Павел пытается им рассказать. Павел говорит, я служу Богу, я люблю Бога, я пытался. И он вот устремил, он думает, сейчас его тут выслушают в этом Синедрионе, да. Никто не собирался его слушать. Первосвященник же Ананя, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Просто вот затыкают рот, не дают ничего сказать. Тогда Павел сказал, да, помните, я тут рассказывал, да, когда Павла били по щекам, он не говорил, бейте меня еще. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена ты подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Да, вроде он тоже, да, он пытается их вразумить, он пытается им, да, вы же здесь, ну, рассуждаете, вы же должны разобраться. Он думал, что он как раз попал в это место, где его сейчас выслушают, где ему просто хотя бы дадут сказать, и может быть кто-то поверит, а кто-то не поверит. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь. Да, опять же, Павел пытается с ними разговаривать, вот опять же, из слова знания, то есть он им показывает, я знаю Писание. Я, ну, как бы, я бы, ну, я не знал, что он первосвященник, я не должен злословить его, да, вот, ну, ситуация. Но потом ему приходит слово мудрость, что все бесполезно. И узнав же, Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, фарисеев, за чаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распро между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик и, встав книжники фарисейской стороны, спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке. А если же дух или ангел говорил, его не будем противиться Богу, да. Но как раздор увеличился, то тысяча начальника, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды, их отвезти в крепость. Да, вот, да, красота такая духовного, да, человека, который вот, все, он понял, что там никто ничего не услышит, он просто берет вот лбами, сталкивает их там, да, и все. И там крик, там вот это, и все. И Павел как бы был оттуда вытащен и спасен. Вот, поэтому, ну это, есть, не согласны? Не поднимайте, опустите руку вниз. Вот, по поводу слова знания и слова мудрости. Такая теория мне лично больше нравится. Вот, и вот, ну я считаю, что это именно так, когда говорит апостол Павел о слове знания и о слове мудрости. Вот, потому что уже всякие там проявления, вот эти вот, когда ты сверхъестественна, то узнал, но откровения, пророчества, я их не умоляю нисколько. Но для меня, для духовной работы, для спасения людей по-настоящему, да, для, ну как бы, благословенной жизни, вот эти вот слова знания и слова мудрости идут рука об руку. Вот, и это очень важно, то есть, и поэтому Бог их так, ну ставит, да, что слово знания и слово мудрости. У Иисуса было и то, и другое, да, и у Иисуса были вот, ну, все дары, все проявления. Один мой духовный наставник любил шутить так, он говорит, у меня все дары, некоторые даже по два раза. Поэтому ревнуйте о дарах больших, аминь. Апостол Павел это сказал, не уничижайте себя, ревнуйте о дарах больших. Стремитесь к познанию, стремитесь вот к этой мудрости Божьей, стремитесь к тому, чтобы вот духовное с духовным совмещать, и чтобы вот в определенных моментах находить это слово мудрости. Находите это слово мудрости, которое будет производить работу. Тогда вы просто будете наслаждаться тем, как Бог действует и будет получаться. Потому что иногда вот из слова знания, как бы вот, ну не получается. Ты можешь видеть человека насквозь, можешь видеть ситуацию насквозь, но твое видение и твое знание никак не могут ему помочь. И если ты выйдешь из этого своего предела, да, в своей любви к этому человеку, что ты не просто ему доказать что-то хочешь, что ты не просто его хочешь вот своим знанием сокрушить, потому что твое знание лучше. Потому что часто это действительно так, и с этим иногда трудно. Ну как бы я, ну много раз я, ну про меня вот тот там, один человек говорит, ты как танк иногда там духовный, да, ну вот как бы давишь, давишь, да. Да, ну у меня как бы работа такая, да, я должен говорить уверенно, да, должен говорить вот. Но я вижу, что ну немногим это помогает. И это работает достаточно долго. Слово знания, оно по чуть-чуть ложится, ты раскладываешь, ты можешь иногда такой, как хорошо я все разложил вообще прям. Мне так все понятно, знаете. А потом людей спрашиваешь, тебе понятно, он вспомнить не может, о чем ты говорил. А ты здесь вот такое наслаждение, с тебя текло, наслаждение получил, так все по полочкам разложил. Но когда слово мудрости вышло, ну иногда слово мудрости, оно может выйти даже не без контроля твоего. Потому что много раз вы тоже, наверное, это знаете. Я иногда слышу свидетельства, а вот тогда ты там сказал мне вот так, и я вот так. Я думаю, когда? Я даже ничего не помню, я ничего не получал. Я даже не помню, что я что-то говорил, но человек что-то получил. И вот Божье Слово какое-то вышло и сделало свою работу. Поэтому пусть Бог вас благословит. Аминь.